Дождевик для собаки – виды плащей для всех пород. Дождливая погода на улице не должна становиться поводом для отмены ежедневной прогулки с собакой. Создать комфортные условия для четвероногого любимца можно с помощью специального дождевика, главное знать, как его выбрать. Зачем нужен дождевик собаке? Некоторые считают, что покупать дождевик для собаки – это излишество. Аргументируют они это тем, что собака является потомком волка и должна переносить любые погодные условия. Но все же заботливых хозяев, которые понимают, что дождевик для их питомца – это необходимая вещь, куда больше. Дождевик обеспечивает надежную защиту питомца в любую погоду. Так зачем он нужен? Собаки декоративных и короткошерстных пород в дождливую. Погоду могут получить простудное и другое заболевание, поэтому для них такая вещь является еще и надежной защитой. На прогулке в городской территории без дождевика шерсть питомца будет притягивать всю грязь и дорожную соль. Шерсть крупных для нашерстных пород после того, как собачка побывает без защиты под дождем, становится слипшейся и на ней образуются колтуны. Для изготовления используется легкая и водонепроницаемая ткань. Уход за вещью не потребует много времени. После прогулки собаки, которая находилась в дождевике, владельцу не придется полностью мыть ее, достаточно лишь протереть лапы. Необходимо выбирать только качественную модель дождевика. Какие бывают виды дождевиков для собак? Надежные и качественные дождевики изготавливаются так, чтобы тело питомца было полностью закрыто, за исключением лап, хвоста и головы. Для каждого питомца, несмотря на его размеры и видовые особенности, хозяин сможет подобрать хороший плащ для собаки от дождя, который, будет отвечать всем требованиям. Для крупных, средних и маленьких пород собак, неважно, мальчик это или девочка, представлены изделия в виде курток и штанов, которые можно носить раздельно. Также для питомцев продаются жилетки, комбинезоны и накидки. Для крупных и средних собак можно приобрести специальные модели с удлиненными руками. При необходимости рукава комбинезона можно завернуть и закрепить кнопками. Важно! В качественных моделях предусмотрены специальные вентиляционные отверстия, которые создают питомцу комфортные условия при прогулке. Для удобства используется молния с застежкой, которая при ходьбе не создает неприятных ощущений. Чаще всего она находится на спине или на животе, но в некоторых моделях может быть и сбоку. Спина изделия снабжается декоративной прочной тесьмой с кольцом для поводка. Чтобы одежда удобно прилегала к телу, на талии обычно встраивается затяжка в виде резинки. Такие дождевики особенно удобны для собак худощавого телосложения. При выборе необходимо обращать внимание на материал и фурнитуру изделия. Хозяевам, которые могут выводить питомца на прогулку только. В вечернее время, когда на улице уже темно, стоит приобретать модели со светоотражающими деталями. Например, дождевик для шпица с нашивкой поможет обезопасить собаку в ночное время. Особенно актуально это для представителей маленьких пород. Существуют модели, которые снабжены отстегивающимся капюшоном или высоким воротом. Регулируется он с помощью резинок или фиксатора. Важно! Существует мнение, что капюшон мешает нормальной жизнедеятельности пса. Например, он может не услышать звук приближающейся машины. Или команду своего хозяина. Требования к дождевикам для собак. Как выбирать? Для правильного выбора необходимо определиться, с какой целью и для какой породы приобретается дождевик. Многие хозяева выбирают красивую модель, которая будет органично сочетаться с одеждой, но все же внешний вид должен играть последнюю роль. Для длинношерстных пород не следует покупать модель с утеплителем, поскольку такая одежда будет способствовать перегреву. А как известно перегрев, четвероногие любимцы переживают сложнее, чем переохлаждение. Для длинношерстных питомцев, не следует выбирать модель с дополнительным утеплением. При выборе необходимо тщательно изучить модель, и выявить соответствует ли она следующим требованиям. Комфорт. Лучше всего взять на примерку с собой питомца. Особенно это актуально, когда владелец решил приобрести комбинезон от дождя для собак. Во многих зоомагазинах допустима примерка перед покупкой. Не следует брать самый недорогой дождевик, ведь не всегда в нем питомец будет чувствовать себя удобно. Материал. Не следует выбирать одежду бюджетного варианта, ведь некачественная модель не прослужит долго, а это означает, что в скором времени придется покупать новый товар. Важно, чтобы дождевик был плотным и эластичным. Уделять внимание требуется также подкладке. Например, длинношерстным породам стоит выбирать модель с атласной подкладкой. Для короткошерстных же представителей отличным вариантом станет подкладка из флиса. Швы. Они изделия должны быть ровными и аккуратными, при этом у качественной вещи их всегда мало. Лучше всего выбирать дождевик, швы которого пропитаны водоотталкивающим средством. Фурнитура. Внимание требуется обращать и на застежку. Для короткошерстных пород подойдет любая застежка, а вот длинношерстным лучше покупать дождевик с застежками в виде пуговиц или крючков. Если же купить таким особям вещь с молнией, то возрастет риск защемления волос при одевании. После прогулки дождевик позволяет сэкономить время на мытье пса. Приступая к выбору дождевика, следует измерить своего питомца, а именно, длину спины. Измеряется от ямки перед лопаткой до основания хвоста. Обхват шеи. Необходимо измерить самую широкую часть шеи. Обхват грудной клетки измеряется за передними лапами. Необходимо к результату добавить несколько сантиметров, поскольку собаке дождевик не должен мешать свободно передвигаться. Длина лап. Надо произвести замер от кости запястья до основания груди и талии. Важно, обтягивающую модель выбирать не следует. Во время примерки надо проверить не стесняет ли она движение животного. Рука хозяина должна свободно передвигаться под вещью. Выбор моделей огромен, необходимо лишь обращать внимание на соответствие всем требованиям, как подобрать оптимальный размер. Дождевик должен хорошо сидеть на фигуре питомца, ведь в противном случае он будет доставлять ему дискомфорт и тогда прогулка не оставит. После себя положительных эмоций. При выборе необходимо правильно подобрать размер. Существует несколько вариантов. Самый маленький размер, это S, идеально подойдет для питомцев, которые имеют приблизительно такие параметры, длина спинки от 23 до 25 см, объем шеи от 21 до 23 см, а груди до 33 см. Следующим идет размер M, подходит для питомцев с длиной спины от 27 до 29 см, груди до 37 см, а шеи от 25 до 27 см, немного больше, это L. Следует покупать для пса с обхватом груди от 41 до 44 см, шеи до 30 см, а спиной не более 33 см. Подходят такие дождевики для собак средних пород, например, для лабрадора. Следующим по размерному ряду идет вариант XL. Вещь подойдет для особей с длиной спины от 35 до 37 см, обхватом груди до 48 см, а шеи до 32 см. В линейке размеров самым большим считается вариант X-XL. Четвероногий друг должен быть больших габаритов, а именно длина спины до 41 см, шея до 36 см, а грудь до 53 см. Важно, если для пса не удается подобрать нужный размер, то его можно заказать в ателье или же изготовить собственноручно. Таким образом, приобрести дождевик для очень крупной собаки не составит труда. Подобрать дождевик можно для любой породы, так как выбор огромен. Таким образом, дождевик для собаки является необходимой вещью, которая позволит защитить его от погодных капризов. Хозяину необходимо лишь грамотно выбрать модель, которая понравится питомцу, и тогда прогулки в любую погоду будут доставлять удовольствие. Продолжение следует...